Друзья, хочу выразить огромную благодарность нашему главному спонсору и партнеру компании One X. Самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, моментальные выплаты, широкий спектр спортивных, а также киберспортивных событий. One X активно развивает спорт не только в Казахстане, но также во всем мире. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneXRUH и получи крутейший бонус на свой первый депозит. Переходи, регистрируйся. Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики RFC RUHFIGHTING CHEMPIONSHIP. Друзья, вас сегодня ждет очень насыщенный интересный выпуск, так как в финальном поединке нашего выпуска сразятся ребята за пояс. Я думаю, было очень много эмоций, слов сказано на пресс-конференции. Это будет противостояние человека, повторюсь опять же, с несгибаемой волей. С Акбаевым Хуанышем, которому 37 лет. И он сегодня сразится за право стать чемпионом RUHFIGHTING. Ну а его соперник, Шахин Сеным, человек, который еще не проигрывал в нашем промоушене, идет на лидирующие позиции в своей весовой категории, готов оспорить это и зарубиться сегодня в этом октагоне, Вась. На самом деле, очень интересное противостояние, так как в Куку, скажу так, да, потому что я его очень давно знаю, очень мало людей верили в самом начале, но он успел подраться и с Шовхалом Чурчаевым, и с ребятами, у кого есть звание мастер спорта по боксу, а это человек на минутку, который никогда не занимался боксом и выиграл своего оппонента. Поэтому, ребята, я всегда говорю, человек воля, человек сила и человек слово. Но пресс-конференция была очень жаркой, Кука был на пределе эмоций и готов сегодня показать зрелищный поединок. И, как всегда, рядом со мной мой соведущий Василий Тахтай. И основатель первого и лучшего попа ММА промоушена в Казахстане Рамазан Рамбердиев. Друзья, попрошу вас перед выпуском обязательно подписаться на наш YouTube-канал, на все наши соцсети, Instagram и, конечно же, написать в комментариях, за кого вы будете болеть в сегодняшнем поединке. За Куку или же за Шахина Сенема. На кону стоит пояс. Друзья, отдельная благодарность нашей команде судей, рефери, также медицинской бригаде. Сегодня у нас комментируют наши любимые гости. Это Артем Тарасов и Алексей Прокофьев. Друзья, не будем томить, и давайте пригласим в октагон первого бойца. Кандидат мастера спорта по боксу Туганбай Арслан. Встречайте его соперника. Боец из синего угла, мастер спорта по боксу. Нугман Адлет. Субтитры сделал DimaTorzok по боксу. Бойцы правила знаем, правила не нарушаем. Внимательно слушайте команду. После команды стоп не работаем. Пожали руки. По углам. по боксу. Ну что, Норслан против Аделет. Арслан, точнее, извиняюсь, дорогие зрители. С вами Артем Тарасов, легенда по ПММА. Сейчас у нас интересный бой состоится. Я напоминаю, что наш партнер компания 1Х по промокоду 1ХРУ вы можете получить свой бонус, поэтому переходите по ссылке в закрытом комментарии. Но мы начинаем. Адилет является мастером спорта по боксу, мне кажется, это ему ближе его стихия. В тот же момент Арслан является кандидатом мастера спорта по боксу, поэтому кандидат мастера спорта против мастера спорта по боксу. Адилет, кажется, чуть-чуть массивнее. Там внутри немножко отличается от соперника Арслана. Ну и посмотрим, как будет происходить бой. Пока сейчас идет легкая такая проверка. Такое ощущение, что Адилет себя чувствует намного увереннее. Уважаемые зрители, не знаю, как думаете вы, но мне сейчас в камере кажется именно так. Левый боковой по защите. Немножко сковано Арслан, такое ощущение, что Иуд потихонечку Адилет начинает находить к нему ключи. Левый, правый, все пока по защите. Ой, хорошо, какая хорошая атака в захвате сработала. Два удара боковых зашло. Не знаю, видели ли это судьи, но это было действительно красиво. Правый прямой от Адилета. Очень красивый бой начинается. Очень хорошо работает в захвате Адилет. И так, левый джеб от Адилета. До конца ралка осталось немножко, и Адилет забирает пока 10 секунд отсчитывать судья. Адилет спокойно забирает этот раунд. Там присоединился новый комментатор. Добро пожаловать. Приветствую. Ой, правый боковой. Ты видал, какой правый боковой зацепил? И вылетела капа у Адилета. Но все-таки был сильнее в этом раунде. По моему мнению, это был Адилет. Боксер пропустил. Они оба боксера, кстати. Один мастер спорта по боксу. Другой мастер спорта по боксу. Мастер спорта по боксу, да. Напоминаю, что OneX наш информационный спонсор, наш генеральный спонсор. И по промокоду ONEXRU проводите его. Ссылка в комментариях. И получите хороший депозит на свою первую ставку. Ну что, 10 секунд до начала второго раунда. К сожалению, я еще не понимаю казахский язык. Наверное, скоро буду понимать, если буду здесь находиться часто. По-любому. Да. А? Арслана против Адилета. Да. Мне нужен переводчик в данном случае. Наждая, мы уже работаем за что-то. Мы с Арсланом и Адилетом. Мы с Адилетом. В Алматы и Шимкенте. Екеуен жасты 25 лет. Екатерина. 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 Спортчевер не это. Экатерина. Я екатерина. Екатерина. Прямой! Это прямой от Дилета. Ну, разбирает немножко такое ощущение Дилета. Вот так все, знаешь, на... На классе такое ощущение. Ну, разбирает на классе. Боксерская техника. Казахстанская боксерская школа, это... Я знаю, конечно. Один Геннадий Головкичел стоит так называемый джи-джи-джи. Ой, бэкпи из Татарслана попал! Я работа говорю! Ну, и не продолжил. Не продолжил. Не надо через водки, работа! Для таких основных игроков, да. Арслан, да. Один из вторых игроков, был жден, да. Чувствуется легкая уверенность в Дилете, да? Арслан, так ощущение, что немножко стесняется, опасается своего соперника. Но посмотрим, что будет дальше. Интересный бой. Мимо, мимо. Левый джеб. Посмотри, как работает. Чисто боксерская техника. Даже я бы сказал, не кулачный, а чисто боксерская. На джебе расстреливает, попадает и добавляет правой рукой. Что мы сейчас, в принципе, увидим. Хосовый рыб. Печень. Ой, попадание от Арслана. Ты видел в голову, да? Левый боковой был сейчас. Очень интересный бой захватывающий. Вообще время проходит просто за секунды, когда смотришь. Но не для спортсменов. Значит, есть такая поговорка, чтобы узнать, сколько стоит время, нужно провести хотя бы один раунд в ринге. Тогда поймешь его значимость. 10 секунд до конца второго раунда. Вперед, вперед, раздавайте! Забери, забери! Один, джек-паджек. Вот я, кириметр от джек-паджек. Вот я, кириметр. Вот я, кириметр. Но, по моему мнению, один раунд забирает два раунда. Уверенно. Посмотрим, что будет дальше. Послушаем секундадок. Два раунда отдал уже. Ускуют. Все, хорошо. Эй, где Саисея? Уклоны, где? Очнись. Доверясь ей ведь. Две минуты осталось уже мало. Ускуют. Накаут нужен. Другого выбора не было у тебя уже. Сам. Только накаут нужен и все. Отвижайся, все. А деньги. А тебя оставить, мэр. Думай, как ты сказал. Все,ives. Та-дак. У него есть? У него есть. Не забывай. Думай, будем ходить. Еще. Давай, брат. Перекелед в еде на шинчаке, утык, тай-папель. Теперь мы кириметрик. Нет, мы с малой рубеной. В первых. Мы выпили в еде. Как говорит Александр Загорский. Частенько, когда является реконсором. Беззеглуберна. А вот, с немаленький интеллигент. Артём Тарасов, да? Да, Артём Тарасов. Приятно познакомиться. Женнедель в Казахстане, Артём Тарасов. Очень усвоенствует все. Когда с захватом попадает два справа руки, прям хорошо попало так. Мало кто работает в захвате, учитывая, что это кулачка, так называемый, умеет в перчатках, но здесь в захвате нужно работать. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Естественно, здесь нет никого нокдауна, видно, что человек, Аделет, подсказанный ус. Такой темп подлинчивает, немножко подлинчивает на третий раунд, еще больше, чем перед два раунда. Здесь уже... Адельет такой, да, что ощущение, что превосходит по тракторическим данным своего соперника и использует ТД. В полной мере, как говорится. Левый джеб опять, вот на джебе тут, кто на джебе? О, нокдаун Аделета! О, как это будет? Был нокдаун? Не знаю, ладно. И Аделет накинулся, накинулся, не хочет упускать возможность. Был нокдаун. Очень странно, почему Су Ян не отчитал нокдаун. Будем стыдить. Был нокдаун. Очень хорошо работают захваты, что один, что второй. Хорошая работа, уважение двоим спортсменам. Был нокдаун. Опять левый джеб. Он на левом джебе, да, постоянно? Обратите внимание, как он держит его. Десять секунд до конца раунда. Но тут уже должно случиться чудо, чтобы Арслан победил. Но посмотрим, что скажут судьи. Отлично. Бой закончен. Спасибо ребятам за бой. Спасибо вам, уважаемые зрители. Мы к вам вернемся. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец из синего угла. Духан Бай, Арс, Мухман Адлет. Адлет. Я думаю, о которых я увидел, что вы знали, что я уже смотрел карты. Но я решила, что я смотрел боец, техникул. Это был рупка. Я смотрел бой. Я смотрела, что вы лучшие сборы. Ирина Алисарева, директор А.Семкин Боуэрларма, Дәурейн, Эрдөулет, Коля, боуэрларма. Турнир жайлы айтқан уэт-әзерекса дегенде өтті. Шақырдарыңызды, Рахмет. Адылет, Саған, Рахмет. Осындай мықты бой көрсеткеніне. Менің оймыша, біздің барлық көрермен мұндай бойларды күтеді. Негіз октагонда. Осындай рубка, техникалық тұрғыдан мықты бойлары жақсы көреді. Солшын, Джейнсон күтті болсын. Сен, Айрэвседің келесі турнирында міндеті түрді күтеміз. Арсалан, мы все все видели, мы убедились, что ты крепкий, жесткий боец, который готов идти до конца рубиться. Ну, суди почитали единогласым решением. Адылету, твои комментарии? Всем ассалам алейкум. Слова поражения, конечно, не готовил. Ну, соперник хороший. Мастер спорта. Но хотел бы ему предложить реванш, но только уже более в моей сфере, на руки-ноги. А так, всем спасибо. Да, друзья, Арсалам выступал у нас уже до этого по К1, одержал победу, насколько я помню. На самом деле он боец К1, поэтому, я думаю, организация рассмотрит, и мы тебя еще ждем. Спасибо. Друзья, на минутку хочу представить вам нашего комментатора, который сейчас находится рядом с Артемом Тарасовым, а точнее Артем Тарасов находится рядом с ним. Арман Ашимов. Арман Хошкельдинг. И так, друзья, наш следующий поединок обещает быть не менее интересным и не менее… Я думаю, перебью Рамазан, я думаю, он не продлится до третьего раунда. Вась, на самом деле у меня такое же чувство, что данный поединок не продлится всю дистанцию, так как в октагон скоро выйдут ребята – это мастера спорта по боксу, это чемпионы города, это на самом деле очень-очень талантливые ребята, которые закатят настоящую драку. Друзья, первым в октагон хочу пригласить мастера спорта по боксу Сабар Бигзад. Встречайте его оппонента из синего угла. Чемпион города Алматы по боксу – Арман Мади. Ваши правила знаем, правила не нарушаем. Слушайте команду, после команды стоп – прекращаем все действия. По углам. Только что мы осуждали, что Арман выиграл пояс в феврале, а ГЦМ1 Global. Но сейчас у нас рух файтинг, и это главный бой сегодняшнего вечера. С вами все так же Артем Тарасов и Арман. Правильно же я говорю? Арман Ашимов. Арман Ашимов. Извиняюсь, фамилию не запомнил. Надеюсь, вы меня простите. Ну что, первый раунд. Ну что, как ты думаешь, что тут нас ждет? Потому что ведущие нам обещали бескомпромиссную рубку в этом противостоянии. Ну, боксер против самбистов, по-моему. Здесь не ошибаюсь. Ну, нет, один мастер спорта по боксу, а другой все-таки чемпион города Алматы по боксу, что тоже стоит немаленького выиграть Алматы по боксу. По-любому мастер спорта есть мастер спорта. Ну да. Что не отнять, то не отнять. Хороший левый – это Арман Ахмадий. Прекрасно. И Сабыр Бекзат ловит. Ловит. Очень хорошо. Нокдаун. И попадает. Нокдаун отчитывает рефери. Такое ощущение, что немножко Армана на ногах немножко, да? Ну. Сейчас он будет добивать. О-о-о-о-о. Все, это все. Это все. Это надо останавливать, потому что... Еще после первого удара было ощущение, что Арман Ахмадий немножко не стоит на ногах. И этим воспользовался Сабыр Бекзат и добивается его соперника. Сабыра Бекзата поздравляем с яркой победой. Ну что, Шимкент, 24 года парню, он сегодня побеждает. Будущая звезда. Дай бог. В этом бою нокаутом в первом раунде победу одержал боец из красного угла. Сабыр Бекзат. 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 восстанавливайся и мы ждем тебя и твои зрелищные бои всем ассалам алейкум друзья сейчас мы перенеслись центр перинатологии детской кардиохирургии в отделении реанимации новорожденных детей рядом со мной находится наталья вице-президент фонда айала который на протяжении 17 лет помогает маленьким недоношенным деткам выхаживание и спасение их жизни я бы хотел бы выразить вам огромную благодарность и попросить вас ребята не оставаться в стороне и соревноваться в благих делах так как эти маленькие недоношенные дети нуждаются в нашей помощи покупки оборудования чтобы лечение и выхаживание спасение этих деток становилось все лучше и лучше наш фонде весь нашего фонда сила заботы 17 лет фонда яла заботятся самых маленьких гражданах казахстана для этого мы оснащаем реанимации родильных домов и при натальных центров всем необходимым оборудованием здесь перед в центре перинатологии детской кардиохирургии мы сейчас находимся и ведем сбор на оборудование которое помогает спасти тысячи недоношенных новорожденных от слепоты из-за ретинопатии оборудование называется ретинальная камера она поможет врачам ставить точный диагноз у недоношенных новорожденных с критически низкой с экстремально низкой массы тела они рождаются весом от 500 граммов естественно у них не до конца прорастают сосуды на сетчатке глаза и наше оборудование помогает врачам диагностировать это заболевание которое никак по-другому не продиагностировать и делать своевременно либо лазер хирургическую операцию либо медикаментозное лечение помогите нам поддержите нашу силу заботы ваши 500 тенге или 1000 тенге они очень-очень нам помогут и помогут спасти зрение сотням и тысячам наших детей спасибо друзья в рамках нашей организации мы сотрудничая с фондом айала хотим попросить вас не только смотреть наши выпуски ну а также помочь маленьким недоношенным детям взять шанс на жизнь на здоровую и счастливую жизнь друзья каждая помощь важно 100 тенге 200 тенге 500 тенге не важно каждая помощь очень важна и нужна этим маленьким недоношенным детям поэтому друзья уважаемые подписчики и зрители руха давайте не только смотреть наши выпуски лайкать а оказать хоть и маленькую или большую без разницы помощь недоношенным детям это очень важно здоровая нация здоровые дети рух друзья ну а я напоминаю о том что главным спонсором и партнером rfc является компания one x самые высокие коэффициенты большие выигрыши моментальные выплаты широкий спектр спортивных а также кибер спортивных событий переходи по ссылке в закрепленном комментарии используя наш промокод one x рух и получи крутейший бонус на свой первый депозит переходи регистрируйся настал тот момент когда мы наконец-то дадим этот пояс рфс чемпионство в легком весе одному из бойцов которые совсем скоро выйдут в этот октагон хочу искренне пожелать двум бойцам удачи самое главное без травм так как они оба являются капитальными красавчиками которые никогда не тормозят которые идут до конца своим целям и достигают их и первым в октагон я хочу пригласить человека которого я всегда называю человеком воли и характера человек которому 37 лет и несмотря на свой возраст он не перестает тренироваться и он не перестает нас удивлять с каждым разом он становится все сильнее он прогрессирует и успешно закатывает бои сегодня у него будет шанс сразиться за этот пояс первым в октагон я приглашаю бойца куаныш акбаев на этот бой у меня никогда такого настроя не было я заряжен максимально заряжен я готов оставить там сломанные кости рваные лица крови ну мои бои себя знают я люблю рубку я буду навязывать свое ее только вперед и шагу назад ну как ни крути он номер один в рейтинге боксер по сессии никаких недооценник нету соперник красавчик сильный быстрый подвижный на ногах драться прессинговать драться все пять раундов идти вперед каждый день я представляю как я одеваю поиска я благодарю свой угол своих друзей близких я понял я корявыми удар я буду я не я не могу это предсказать то есть я бью со всех ракурсов то есть какой удар прилетит такой пролетит но я больше полагаю то что это будет апперкот или боковые я очень много добавил свою тренировочную базу много приемов много проходов много движений так что я думаю я удивлю всех я не думаю я уверен что я удивлю всех абсолютно я намного намного больше потянулся плане защиты плане передвижения ног и набрал много опыта главное приди в без травм подойди к этому без травм подойди своей лучшей форме я хочу закатить просто самый бой вечер хочу заключить то что я ему желаю что он был хорошей форме зрители руфа тинька я понимаю я знаю то что у меня есть фан база небольшая я думаю то что после этого боя у меня будет еще много больше намного больше так что смотрите болейте за меня и вы знаете как я люблю рубиться и буду дальше рубиться а теперь хочу пригласить бойца который не знает вкуса поражения три победы в ряд настоящий технарь мастер своего дела представитель города караганда шахин сеным а саулекым казауэлэм мен мейтсмошахин сеным рантам болам базовый боксер мыс рука по и шын келдик тренинг комсуете жақсы улетели олды базовымыз жақсы олды дайындалдык жүз процентке дайымыз иншаллах ойс парамта болады саперин туралы ештен білмейм қарам ағам тулесеттит көреміз емін покажу классику боксер покажу боксеринг янатский боксеринг сену көп айтты сөйледі көп айтты сөйледі көп көп бірақ біз оны мен берген жоқ біз ертен автогунды көреміз қалай екен болады көп көп айтты сөйлді сөлтамыз не знаю көп көп бөлеміз енді 5 раунд қажеткізбейм бөй бөй түжолы енде бөй түжолы сөл У меня классика, я его перебрю. Кукан Угдай Алас отца. Алында көп жоспаралар бар. Алтылалар. Осын Курес, Исис. Мотивация маған. Галмы семья, ек балам бар. Солар мотивация берет. Ассаунынекум, Казағейлі. Жанкерлер. Бұлдалу атқанымнара рахмет. Бұл Батиска рахмет үлкен. Осындай ойышын. Атилла, Сила, Караганда. бұл 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 бұл, Калы� чSimсэн үлкен, вынамен Исигос. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Держи! 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 Нож уже опустили, руки играющей манеры. Джеб, джеб, выпадание. Еще боковой, джеб, боковой! Казарта, когда планшка, кайтага, инкия берми, басынка тёрк 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 тёгулы суберек плоды, их козбасынки тёгерсега, но ортодага судья без киртёберин макон. Немножко решили спортсмен, такое ощущение отдохнуть. Немножко постояли, оба руки внизу. И сейчас левый снизу! Правый, точнее, снизу от Синима. Это его коронный удар, как я понял. Не первый раз у него попадает. Действительно, очень красиво смотрится по корпусу. И борьба началась. Нужно продолжать бой Синиму, нужно продолжать бой. 10 секунд до конца четвёртого чемпионского раунда. Левый джеб сдвоенный, попадание с правой. Ещё джеб, ещё! Уважаемые зрители, обратите внимание, что несмотря на то, что Синим действительно превосходит своего соперника пока что по очкам, но Куан Ишакбаев не сдаётся и стоит до последнего, за что ему огромное уважание. Я напоминаю, что спортсмену 37 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, что я не знаю. Мне уже 5-й год. Ахпай Ахланш, Шайхинсейн маргетисы. Мы победим, чемпионов, 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 чемпионов. Без грязи дерутся, обратите внимание, никаких претензий к другу, чисто спортивный интерес. Немного повело такое ощущение, что Куаныша, левый джеб опять проходит. Играючи уходит Синим. Оба спортсмена устали, такое ощущение, что ее немножко... Куаныш уже не может бить, а Синим просто опустил руки и немножко играется в играющей манерой. Работает. Синим уже билет. Вот уже билет. Вот уже билет. Нам конкретно хочется, конечно, видеть последний чемпионский раунд взрывный. Но видно, что ребята чуть подсели. Но все равно, несмотря на это, до последнего дерутся. До конца, как говорится, это бой за пояс рукопастник чемпионшип. Второй пояс, по-моему, разыгрывает организация. Вот попадание. Еще, еще. Еще. Вот это попадание. Играячи по боксерски, как говорится, переигрывает Синим своего соперника. Куаныш немножко такой настроен на более силовые удары. Вот, да, вот это я говорю. Синим такой классический боксер, я бы сказал, но двигается на ногах. Вот по левому боковой. Это последний чемпионский раунд. Сейчас на код на наденут пояс чемпиона. 10 секунд до конца раунда. Ну что, что мы видим? Ну что, Арман, по-настоящему чемпионский бой, чемпионские эмоции. Оба спортсмены молодцы. Большое спасибо за этот бой. Ну и мы ждем решения судей. В этом бескомпромиссном чемпионском бою чемпионом в легкой весовой категории становится боец из синего угла Шахин Синим становится новым чемпионом легкого веса. Бойцы. Синим. Бойцы. 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 Цезинка. Бойцы. 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 Принципиально противостояние. У него есть история. Но сегодня я покажу тебя. Ты чемпионов РФС «Женгил». Это твердый октагон. Твердый октагон. Команды, бабки, и я знаю тебя в интересах. Обычных. Лучilty. У меня очень важныarnos к этому, и я знаю, что вы в люб 상айшке. Я не знаю, что сheticируешь ли это. Но пройдет сюда. Островишь рас��. Алексей! ��는 штruktur прямо в круг. Большое спасибо за команду. Большое спасибо за команду. Большое спасибо за команду. Кука, молодец, брат. Я не ожидал такого боя, когда я победил. Я не верю этот бой в последний раунд. Всё, молодец. Я хочу показать карагандинский бокс. 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 Я хочу коутerapинский бокс. Я хочу показать карагандинский бокс. Понимаете? Но у меня не получилось. Шовхал. Но я по любому до тебя дойду, брат. Я не останусь. Я если не буду драться в этом промышлении, я поеду в Москву. Так что встречай меня, брат. А так Шовхал, Перс. Вчера был бой. Нет. Карпеки. Харун, Басиев. Я до них до всех дойду. Но все на спортивном интересе. Все в спортивном плане. Все в кругу спортивного. Никакого личного. Всем ассалам алейкум. Пуаныш Ахбаев. Пуаныш Ахбаев. Ну что ж, друзья. Вот и закончился наш финальный чемпионский поединок. Искренне поздравляю Синыма с победой. Он теперь является чемпионом легкой весовой категории в рукфайтинг, в нашей организации. И было очень много интересных моментов, когда он вызвал на бой Харуна Базиева. Харун, я уверен, ты нас смотришь. И мы будем рады видеть тебя в Казахстане, внутри этой клетки, внутри октагона. Поэтому, если хочешь сразиться за пояс и попробовать забрать его к себе домой, прилетай. Мы будем только рады организовать тебе этот поединок. Друзья, ну а вы не забывайте обязательно подписываться на наш YouTube-канал. Писать в комментариях, какой поединок вы хотели бы видеть в наших следующих выпусках. И, конечно же, кого вы видите соперником для Синыма. Либо Шамиль Галимов, либо это будет Харун Базиев. Ну и Никулина, конечно же, мы ждем у себя здесь в Казахстане. С вами был Василий Тахтай. И Рамазан Рамбердиев. До новых выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова